САМАРИАНКИ Здесь мы видим такую историю, когда Спаситель в течение своего пути, утрудившись, около шестого часа сидится у колодца, а около шестого часа это примерно полдень, то есть это самое пекло, самое такое тяжелое время. И он, скорее всего, выбирает это время не случайно, потому что именно в это время к колодцу пришла самарянка, женщина, которая, как мы потом узнаем, вела не самый благочестивый образ жизни даже среди самарян, который не поощрялся бы. Так вот, неудивительно, что она приходит в самый разгар дня, потому что ей было бы стыдно приходить в окружении других людей черпать воду. И Спаситель знает это и специально приходит именно в самый разгар дня, в полдень, а ученики уходят для того, чтобы купить пищу. И вот приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, и дальше происходит такой диалог. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. А действительно, по обычаям того времени, иудеи считали самарян как бы ниже себя, потому что они верили вроде как и в единого Бога, а вроде как примешивали туда язычество. И Христос говорит ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети, и скот его? Здесь стоит остановиться и немножко пояснить, что за диалог происходит. Когда Христос просит у самарянки пить, почему он обращается к ней? Потому что у нее есть чем почерпнуть. И та говорит, ну как вот, ты иудей, вроде как по внешнему виду просишь меня самарянки пить, и Христос ей говорит, если бы ты знала, кто я, кто с тобой разговаривает, ты бы сама просила у меня живой воды. Что такое живая вода? А если бы мы лет сто с небольшим у любого крестьянина спросили, что такое живая вода, он бы однозначно нам ответил. Чем живая вода отличается от мертвой? Мы обычно про живую мертвую воду знаем из сказок. Но живая и мертвая вода – это термины, которые употреблялись во вполне себе обыденной жизни. Так вот, живая вода – это вода текущая. Это ручей, ключ, река, то есть все такие источники, где вода течет. А мертвая вода – это вода стоячая. Так вот, колодец Иакова – это была мертвая вода. Это была вода, которая стояла, там не было источника. И Христос говорит, если бы ты знала, кто у тебя просит пить, то ты бы у него самого просила текущей воды, которые явно лучше даже, чем это колодецная. На что Самарянка спрашивает, неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец? Почему она говорит именно такие слова? Она говорит, у тебя нечем даже почерпнуть воду, да? Некогда Иаков выкопал колодец для Иосифа. И вот в нем сейчас находится эта вот стоячая вода. А Христос говорит, что он может дать воду живую, то есть по логике Самарянки он говорит о том, что он может сделать так, чтобы забил родник. И если, получается, Иосиф дал стоячую воду, а Христос говорит, что он даст воду текущую, то, получается, он говорит о себе, что он больше отца нашего Иакова. Такой вот интересный момент. Иисус сказал ей в ответ, всякий пьющий воду сию возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. И женщина, ну очень наивно, да, говорит ему, Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Очень интересно, что Господь говорит о духовном, понятно, но такими видимыми образами. А Самарянка, она думает, ну как же, если есть такая вода, которую можно один раз напиться, и все, дай мне скорее этой воды. Вот. Вообще, про что говорит Спаситель здесь? Что такое живая вода? Живая вода – это образ благодати Божией. Христос здесь говорит о благодати. И это очень глубокая тема, потому что здесь говорится о том, что эта вода станет в человеке источником воды, текущей в жизнь вечную. Сначала эти слова очень сложно понимать. Как это вода, которая станет источником воды, куда текущей? Но вот этот образ живой воды, его легче понять, если посмотреть на него через призму образа, который Спаситель дает в 15 главе Евангелия Туанна, где он говорит про лозу и ветви. Он говорит, я истинная виноградная лоза, а вы ветви. И вот что происходит между лозой и ветвями? Между лозой и ветвями циркулируют соки, циркулирует вот эта живая вода. Так вот, наша духовная жизнь в Новом Завете – это такое состояние, когда мы прилепляемся к Богу, и в нас начинает двигаться эта живая вода, источником которой является один Господь. В Ветхом Завете дух людей был помрачен, и поскольку дух – это тот высший орган души, который воспринимает благодать, через который только благодать может проникнуть внутрь человека, поскольку он был помрачен в Ветхом Завете, то благодать Божия могла людей поддерживать, подбадривать. Господь мог через них пророчествовать, творить чудеса, но не мог сообщить им состояние Царствия Небесного в их сердце. Благодать не могла проникнуть внутрь человека, не могла его преобразить, не могла дать ему состояние Царства Божьего. И поэтому все люди, которые умирали, сходили в ад. Просто кто-то сходил прямо в самый адский ад, а кто-то сходил на лоно Авраамова, где вроде как не было мучений, но и счастья тоже не было, потому что все ожидали пришествия Христа. Так вот, в Новом Завете, когда Христос приходит совершить наше спасение, когда мы принимаем крещение, наш дух открывается. То есть, если представить себе сосуд с закрытой крышкой, это вот состояние помраченного духа. А здесь крышка как бы открывается. И внутрь человека уже может проникать вот эта благодать Божия, может проникать живая вода. Так вот, если мы помним этот образ лозы и ветвей, то понятно, о чем говорит Спаситель. Он говорит, что эта вода не просто попадет внутрь нас, но эта вода должна циркулировать, иначе она перестанет быть живой, она застоится. Поэтому мы приобретаем от Бога благодать через приобщение, в первую очередь, таинство Евхаристии, причащение, через остальные таинства, и через молитву, общение с Богом мы эту благодать можем приобрести. Но как-то она должна возвращаться обратно. И вот если посмотреть православную аскетическую традицию, у некоторых святых мы увидим этот образ, что благодать, она возвращается к Богу через, опять же, молитву, как общение с Богом, и исполнение заповедей и доброделание. И таким образом эта вода не просто течет в нас, но и через нас она начинает изливаться в весь остальной мир, когда мы творим заповеди Божьи и живем по-божески. И эта вода, она как бы нас подхватывает и влечет в Царство Небесное. И мы по этому течению вместе с ней течем. То есть очень интересный образ. И поэтому эта вода становится источником воды, текущей в жизнь вечную. Это очень важный момент, потому что некоторые верующие думают, что благодать можно накопить, что ее можно как бы приобрести и держать. Но это не так. Потому что если бы благодать можно было накопить из живой воды, она бы стала мертвой. А мертвая вода – это уже совершенно не то, о чем говорит Спаситель. И поэтому, помимо того, чтобы приобрести благодать, стяжать, как говорят, необходимо ее сохранить. Но сохранить не в смысле закрыть ее в сундук, а в смысле сохранить это единение со Христом, чтобы в нас происходила эта циркуляция благодати. И мы были этим источником, который изливает благодать в окружающий мир. А вообще даже в молитвах литургии священники в определенный момент молятся, чтобы Господь дал нам Духа Святого, чтобы наша жертва стала благоприятной Богу. Потому что не можем мы обращать к Богу молитву, пока Он в нас не влил свою благодать, которую мы можем Ему вернуть, пропустив через себя. Это очень красивый образ и очень важный для осознания духовной жизни. Поэтому если мы заточены только на то, чтобы приобрести благодать, это не работает. Нам необходимо научиться и приобретать ее, и возвращать Богу через молитву, и очень важно доброделание и исполнение заповедей Божьих. Если эта циркуляция происходит, тогда человек жив, как в ветке, если происходит циркуляция соков. Если один из этих каналов перекрыть, то ветка засыхает. Вот наша духовная жизнь, она очень похожа на это. И вот самарянка, она наивно просит, дай мне вот этой воды живой. Дай мне этой воды, которую почерпаешь, и больше не нужно будет пить. Но Христос начинает ее обличать. Он говорит, пойди и приведи своего мужа. А женщина говорит в ответ, у меня нет мужа. И Христос ей говорит, действительно, ты правду сказала, потому что у тебя было пять мужей, и тот, которого вы ныне имеешь, не муж тебе. Некоторые комментаторы говорят, что там в смысле, что было пять мужей, и тот, которого имеешь, тоже тебе не муж. То есть и те тоже, пять мужей, были как бы не очень прям официальные мужья. Вот. Ну, скажем так, не сильно нравственная женщина была. Но вот что интересно. Посмотрите, если вот к нам придет человек и начнет обличать наши пороки. Прям вот придет, вот сядет и начнет рассказывать. Вот там то-то, 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 то-то. Какая у нас будет реакция? Бросить все и уйти подальше. Просто сбежать оттуда. Что делает самарянка? Она, вот эта грешная женщина, она имеет такое настроение и ожидание мессии, ожидание спасения, что она говорит, вижу, что ты пророк, подожди, стой, расскажи, как правильно молиться. То есть представьте, вот что было внутри у этой женщины, что она, несмотря на свой грех, имела такое настроение, что она не убежала от праведного человека, который начал ее обличать, а начала у него спрашивать, как правильно вести духовную жизнь. Это вы представляете? И Христос ей говорит, она спрашивает у Спасителя, вижу, что ты пророк, отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. То есть как правильно молиться? Потому что у самарян был свой храм, в который они ходили. А по иудейскому обычаю необходимо было только в одном храме поклоняться в Иерусалиме. И Христос ей отвечает, поверь, что наступает время, когда ни на горе сей, ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чем укланяетесь, а мы знаем, чем укланяемся, ибо спасение от иудеев. Очень глубокий текст, и постараемся его очень коротко прокомментировать. Господь говорит, что наступает время, когда не к месту будет привязано поклонение Богу, но к сути, к правильной сути. Вот то, о чем мы говорили, мы просим благодати у Бога, чтобы она, пройдя через нас, вернулась к нему. Вот это правильное поклонение, о котором говорит Спаситель. И дальше он говорит, вы не знаете, чем укланяетесь, а мы знаем. О чем он говорит? Самаряне имели возможность теоретически узнать о Боге. Они имели книги. Но Господь говорит слово «знаем» в том смысле, в котором часто оно употребляется в Священном Писании. Знать – это не только знать о чем-то, это знать кого-то, это опыт. И вот Христос говорит, что у вас нет опыта общения, а у иудеев есть опыт общения с Богом. И поэтому те, кто этот опыт сейчас имеет, они смогут правильно поклоняться. И настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Здесь очень важный момент, что необходимо поклоняться Богу в духе и в истине. Христос говорит о тех, кто уже в истине, то есть кто знает Бога. А некоторые любят это толковать так, что ну вот в духе Божьем поклоняйся, ну там, а как поклоняться, это уже не так важно. Вот мы православные все-таки в этом вопросе немножко вредные. И считаем, что поклоняться необходимо так, как Господь это открыл о себе. То есть как Господь решил, что ему нужно поклоняться. Собственно, как это всегда было. Бог говорит, какое поклонение угодно ему. И вот именно этого поклонения необходимо искать. Правильное поклонение Богу, то есть правильное общение с Богом, имеет, соответственно, две основы. Это дух, о чем мы уже говорили, то есть приобщиться благодати Божией и молиться не от собственного сознания, а молиться, приобщаясь к этому движению в божественной жизни. И второе, это поклоняться Богу в истине, то есть твердо исследовать, что Господь открывает о себе. А церковное предание сохраняет в себе вот это откровение Божие, как опыт жизни церкви в Святом Духе. И поэтому для нас очень важно поклоняться не только в духе, но и в истине, сохраняя неповрежденными догматы веры, которые Господь открыл, а церковь сформулировала. Учитывая, что православная церковь никогда не придумывает догматов, противоречащих предыдущим, мы знаем, что вся история соборов церковных это формулировка того, что уже есть в Писании. Поэтому православная церковь так настаивает на том, что спасение возможно только в духе и в истине. А истина содержится вот в этом опыте жизни церкви в Святом Духе, который на протяжении всех двух тысяч лет сохранялся одинаковым и неповрежденным. Если мы посмотрим святых отцов от нашего времени до древности, они будут про Бога говорить одно и то же. Так вот, важно поклоняться в духе и истине. Господь говорит, Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. И поскольку Он есть источник духовной жизни, то мы можем в духе поклоняться, только черпая от этого источника. И женщина говорит Ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. Она продолжает спрашивать очень важные, серьезные вещи. Но здесь вот она, судя по всему, чувствует, что чего-то не понимает и говорит, ну, как-то вот сложно все это. Вот придет Мессия, Он все расскажет. На что Спаситель ей говорит? Это Я, Который говорю с тобою. Это одно из немногих мест Евангелия, где Спаситель откровенно и четко говорит, Я Христос, Я Мессия. Значит, и в это время приходят ученики и удивляются, что Он разговаривает с женщиной, но никто Его не спрашивает, что ты требуешь и о чем с ней говоришь. Было такое правильное почтение ко Христу. Так вот, когда женщина услышала, что это и есть тот самый Мессия, которого ждали и самаряне в том числе, потому что они знали об обетовании Божьем, что она делает? Она оставила свой водонос, то есть она пришла за водой в полдень, она бросает свой водонос и идет в город, причем выходит к людям, она от них скрывалась, она пошла на колодец в полдень, она скрывалась от людей, а теперь она бежит в город и начинает тем рассказывать, говорит, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделал, все, что я сделала. То есть, представляете, она бежит рассказывать о своих грехах и о том, как ее грехи обречил Христос. Удивительное вообще вот это вот преображение человека, она уже не стыдится, ей не важно, она забывает про свои грехи, она полностью забывает про себя, ей самое главное, что она встретила Мессию, которого так долго ждали. И народ выходит из города, говорит, посмотрите вот на этого человека, не он ли тот Христос, которого мы ждали? И народ выходит из города, ну, а между тем, пока все это происходит, ученики его спрашивают, говорят, учитель, вот мы принесли еду, ешь, а он не ест, да, и Христос им говорит, у меня есть пища, которой вы не знаете. И ученики думают, ну, что кто-то принес ему поесть. Вот эта вот пища, которую не знают ученики, это и есть о той самой воде живой, о духовной жизни, о благодати. И мы действительно знаем из опыта жизни церкви, что были такие святые люди, которые в течение жизни начинали очень строго поститься и практически ничего не ели, потому что благодать Божия настолько в них действовала, что восполняла и их физические недостатки. И Христос, будучи Богом, он, естественно, может свою человеческую природу напитать и от этого духовного хлеба, вот, от этой живой воды. И поэтому он говорит ученикам, что у меня есть пища, которую вы не знаете. И, кстати, ученики действительно пока еще, находясь в состоянии ветхого человека до Пятидесятницы, они действительно не знали, то есть опытно не могли приобщиться этой духовной пище. И Христос говорит им, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. И действительно, когда мы начинаем исполнять волю Божию, когда мы не просто приобретаем благодать, но и начинаем исполнять волю Божию в ответ, то в нас происходит это движение жизни, и мы этим питаемся. И вот Господь об этом прямо говорит. Дальше Христос немного говорит с учениками, а потом приходят самаряне. И вот самаряне, по слову этой самарянки, которая свидетельствовала все, что сказал Христос, приходят ко Христу и просят побыть у них. И он пробыл там два дня, хотя вроде как двигался дальше. Удивительно, это отзывчивость Христа, который готов оставаться с людьми, которым это требуется. И мы видим, какая поразительная разница, что в Иудее ему приходится постоянно переходить с места на место, потому что то его хотят убить, то от него требуют чудес. А здесь люди приходят для того, чтобы послушать его, послушать о жизни вечной, потому что они узнали, что наконец-то пришел Спаситель. И большее число уверовало по слову его, большее, чем те, которые поверили самарянке. А женщине потом уже говорили, мы уже верим не по твоим речам, потому что сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира, Христос. Вот такая сила слова была у Христа, что люди, сначала пришедшие со слов самарянки из любопытства, уходили уверенные, что это действительно Спаситель мира. Такое интересное сегодняшнее чтение, которое глубоко рассказывает нам о духовной жизни. Дай нам Господь использовать эти знания на пользу. Субтитры создавал DimaTorzok